Привет, с вами Сафи, сегодня я расскажу обо всех изменениях в iOS 16.1. Да, наконец-таки оно пришло, и я сейчас во всех его подробностях, в подробностях расскажу. Итак, начинаем. И начнем мы с самого главного, а именно показа на самом аккумуляторе процентов зарядки. Моя формировка лучше всех. Как видите, это сейчас доступно на всех устройствах. По умолчанию она у вас будет включена, но если она у вас будет не включена, или вам она не понравится, то можно будет зайти в настройки, аккумулятор, и просто отключить галочку заряд в процентах и вернуться к старому, доброму варианту. Эта возможность доступна сейчас на всех айфонах под управлением iOS 16. Даже мини-версии это поддерживают. В скриншотах появилась такая возможность, как добавить все быстро в короткую заметку. Не знаю, такая возможность была раньше или нет, но, честно говоря, я не помню. По-моему, ее не было, поэтому я ее добавлю так, на всякий случай, сам ролик. Также я хотел бы рассказать о такой классной функции, как скопировать правки. Она была в обычной версии iOS 16, но я каждый раз забывал о ней вам рассказать, поэтому я его добавлю в этот ролик. Смотрите, если мы нажимаем на троеточие, вот видите, здесь обычное изображение, вот такое уже, с эффектами. Нажим на кнопочку троеточие и скопируем правки. Вернемся к этому изображению, нажимаем на троеточие и вставить правки. Он автоматически возьмет и применит все эти эффекты сразу же и на это изображение. Они немножко отличаются, потому что, помимо обычных правок, я еще обработал эту фотографию в Lightroom, поэтому они сейчас отличаются. Но очень удобная функция. И действительно, я этой функцией пользуюсь. Мелочная, но очень нужная, я вам так скажу. Немножко видоизменили плашку скачивания в AppStory. Да, это не совсем так уж и важно, но давайте я вам на каком-нибудь примере покажу. Вот смотрите, допустим, я хочу скачать это изображение. И немножечко здесь вот интерфейс снизу поменялся. Просто такое изменение, которое вряд ли кто-то заметит. Ну, просто я вам должен о нем рассказать. Немножко упростили настройку экрана блокировки и рабочего стало. Смотрите, если мы зайдем в настройки телефона и здесь выберем раздел обои, здесь все видоизменилось. Теперь мы можем настраивать отдельно экран блокировки и отдельный экран домой. Это возможность была и раньше, но это все было как-то непонятно сделано, поэтому сейчас вот сделали очень удобно. Вы здесь можете без проблем сразу отдельно настроить экран домой и экран блокировки. Раньше это было сделано все через одно место. И тут тоже можно просматривать уже предыдущие варианты. Если какие-то вам нравятся, вы можете опять нажать на кнопочку «Сделать текущими», и они применятся сразу на ваш iPhone. Также это возможность добавили еще и с экрана блокировки. Если мы нажимаем снизу на кнопочку «Настроить», здесь тоже можно сразу же взять и как надо настроить. Можем добавить размытие, можем его убрать. Короче, как хотим, так и делаем. Все очень удобно. Я случайно его применил. Господи, сейчас я отключу его. Возможность удалить приложение Wallet. Да, не знаю, кому пришло в голову вообще его, в принципе, удалять здесь. Сейчас я попытаюсь его удалить. Вот так вот, да. Удалить приложение. Но с этим вы сразу же удалите возможности Apple Pay. Тогда у вас Apple Pay не будет работать, так что имейте в виду. Не советую удалять. Но если вы его все же случайно удалите, вы его сможете в App Store опять без проблем скачать. Это были все возможности iOS 16.1. Я очень вас прошу подписаться на канал, поставить лайки. У меня на канале много чего интересного, в принципе, уже есть. Огромное спасибо за просмотр. Социальные сети в описании. Скоро увидимся. Пока.